Добрый день, меня зовут Наталья Ломзова, это программа Зачетный студент. Сегодня у меня в гостях студент Томского государственного архитектурно-строительного университета Афик Нариманов. Здравствуйте. Маленький, он мощный, мощный. Спортсмен, самбист, дзюдоист, чем еще занимаетесь, кроме вот, или это примерно смежные области, поэтому только дзюдо и самбо? Дзюдо и самбо только. Почему именно этот вид спорт, эти виды? Ну, я не знаю, в детстве отец нас привел с братьями на дзюдо, и со временем мы этим и начали заниматься. Другого ничего не было в нашем городе. Вы из Болотного, да? Да-да. А дзюдо и самбо там вот развиты? Дзюдо и самбо, да. Есть чемпионы Европы, мира. Отец хотел всегда вот такого для вас? Или просто, может быть, такая традиция, не знаю, воспитывать сильного мужчину, поэтому борьба, другого пути нет? Да-да-да, борцы, боксеры, чем-то такое. А братья старше, младше? Ну, старше, 24 года, в среднем он 20. А вы младший самый в семье. Все занимаются до сих пор? Ну, старший, да, а в среднем он занимался и за болезни бросил. Сколько было лет, когда вы пришли первый раз в спортзал? Как это все было? Ну, шесть лет было, ну, семь, около семи. Брат старший говорит, пойдемте, попробуйте, может, у вас тоже получится. Мы попробовали там на первых соревнованиях сразу первое место взяли. На первых же? Да. Ну, и там дальше захотелось дальше и дальше бороться. А вот эти вот ощущения, помните, когда первый раз первое место, вообще ожидали мы было или сюрприз такой случился? Ну, если честно, сюрприз не ожидал. Как готовились? Как вообще вы готовитесь к соревнованиям? У вас же уже куча наград выйдет. Призер и золотой, и серебряный, и бронзовый разных-разных чемпионатов. Ну, я не знаю, стремлюсь, натачиваю брать какие-то приемы и стараюсь, как бы, не сачкаю, как говорится, на тренировках. Тренироваться много приходится для того, чтобы занимать какие-то призовые места? Ну, да. На полтора-два часа в день. Каждый день? Да. Как получается совмещать все это с учебой, там, с какими-то еще, может быть, увлечениями? Ну, или это вот вообще все свое свободное время дает в спорте? Ну, учеба у меня утром, вечером тренировки с 9 до 12. А вот такой вот спортивный дух, он помогает каким-то образом в жизни, в обычной? Да, конечно. Ну, вот чем? Ну, уважают все вокруг, это самое главное. А приходилось когда-нибудь применять боевые навыки? Хулиганов на улице, например, гонять? В школе было, да, здесь еще нет. А в школе дрались прям? Не, ну, не драться там, бросил, да, хватит, как говорится, воткнул. Ну, то есть это такие не болевые вещи, да, просто чтобы показать? Да. Слушайте, ну, вот, допустим, в боксе, да, вот, есть легковесники, есть тяжеловесы, да, совершенно разные люди, даже, вот, одни более устрашающие, другие, может быть, менее устрашающие. Вот в борьбе, в самбо, вот сюда, это же борьба? Да, да. Все правильно, сейчас не путаю. В борьбе, допустим, важна весовая категория, вот как-то это? Да, ну, у нас самбо, самбо легкий вес, 52 килограмма, но я в 68 борюсь. Как бы, конечно, если со мной выйдет маленький, я с ним долго не буду бороться. А как бы... Долго и не придется, наверное, если он будет маленький. Да, да, да. Ну, со своими этим сложно бороться. Но если на другую, повыше весовую перейду, там мне будет сложно тоже, еще сложнее. Какая-нибудь есть у вас такая самая, может быть, долгожданная победа, к которой дольше всего шли? Ну, я хотел мастера спорта выполнить, но смогу в этом году выполнить. Вот в этом году? Да, да, да. Ну, в 2013, в конце года, под Зудо. Всегда мечтал с черным поясом ходить. Это черный пояс? У вас тоже пояса все? Да, да, да. Ну, в Зудо там черный пояс. А мастера спорта дают за какие-то соревнования, да? То есть нужно... Да, ну, там есть определенные турниры, но всероссийские, ну, вот на всероссийском. Дружба народов называется, вот турнир. А, ну да, два раз в конце прошлого года. Получается. Самые сложные какие-то соревнования можно выделить? Какой-то такой бой, который, ну, прям вот, со скрипом вообще удалось. Не знаю, может быть, даже не победить, может быть, даже просто провести, и слава богу. Ну, это вот на дружбе народов за Охо в финал боролся, проигрывал. И оставалось совсем чуть-чуть, бросил на Япон, ну, как бы на победный бросок. Чистый бросок, как бы, и выиграл. Насколько важна вот вообще в спорте такая какая-то удача? Удача, не знаю. Ну, вот бывает такое же, что, да, там, идет бой, проигрываете, проигрываете, тут раз, такой один бросок, и все, чемпион. Да, 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 бывает такое, что проигрываешь, а как-то, получается, бросил и выиграл. А можете сказать, какие качества вот у вас, например, воспитал именно спорт? Ну, я не знаю, как-то духом сильнее стал, что-то. Ну, ничего не боюсь, как бы, так. Почему выбрали ДГАСу? Почему приехали в Тонск учиться? Это, правда, очень сложный вопрос, но... Ну, я летом долго думал, куда поступать. Ну, здесь у меня много друзей учатся, я думаю, ну, решил сюда поступить. Ну, я поступил, все здесь учусь. На кого учитесь? Вот кем будете в окончании? Или еще в далекой себе перспективе? Ну, что-то механик, инженер. Механик, да. Ну, то есть вы будете отвечать, фактически, да, там, за дороги, например, за здания, за градостроительные политики. Какие-то уже есть планы, куда идти работать или пока дай бог учиться? Нет, еще только доучиться. ДГАСу, например, да, вот в учебе. Сильно тяжело совмещать спорт, да? Все равно же это разъезд, это нагрузка, тренировки. Ну, в некоторых предметах есть, там, сложно, а вот в некоторых быстро дается, как бы спортом не мешает. Можно заниматься и учиться. В дальнейшем собираетесь все-таки идти вот по специальности, по университетской или спорт делать какой-то частью? Ну, скорее всего, спорт. То есть это тренерство или что это будет? Да, ну, диплом не помешает. А зачем спортсмену диплом? Для общего развития? Да. В будущем, допустим, вот своих детей отдадите в этот же спорт, которым сами занимаетесь? Ну, если их будет трое, то... А если двое? Ну, одного на бокс, одного на борьбу точно. Ну, то есть все равно это бокс, борьба, все равно такие боевые вещи, да? А если девочка? Девочка будет дома сидеть. Все ясно. На этом программу нашу закончим. Мафик Дариманов был в гостях. Спасибо. Спасибо.